Всем привет, господа, с вами мистер Чейзер, вы смотрите мой джесплей канал и наконец-то я рад приветствовать вас в прохождении игрушки Borderlands The Pre-Sequel у нас на канале. Прохождение будет кооперативное, то есть я буду проходить её не один и собственно это единственная причина, по которой прохождение начинается только лишь сейчас, а не в 2014 году оно должно было начаться. Дело в том, что все эти два года я уламывал своего друга и как видите успешно уломал пройти со мной в кооперативе данную игру. И этого друга вы знаете по некоторым другим прохождениям, с частностью по прохождению первой Borderlands, по прохождению второй Borderlands, которую вы кстати можете найти у меня на канале полное прохождение со всеми DLC. Кроме там какого-то одного DLC для первой части мы его так и не прошли, или там парочки DLC, я точно уже не помню, но не суть. Это Денис Повелитель, вы его могли видеть и в некоторых других прохождениях, а точнее слышать. Ну и соответственно, надеюсь прохождение вам понравится, надеюсь оно выдастся не таким длинным, как это было прохождение второй части, где у нас в общей сложности вышло 100 видео. Самое длинное прохождение, наверное, которое только было у нас на канале, но не суть. В принципе Borderlands The Pre-Sequel, поехали! Новая игра, поехали! Теперь мы посмотрим ролик вместе. Он, блин, длиннющий, гад. Ну а что ты хотел? У меня, кстати, написано сверху загрузка, у тебя тоже? Нет, у меня ролик. А, не, у меня нажмите Escape, чтобы пропустить заставку. Нет, я ее, кстати, никогда не смотрел до конца. Потому что в 2014 году, в том году, когда эта игра вышла, я ее так 2 секунды посмотрел, и там, я помню, можно было ее скипнуть. Сейчас, видимо, нет. Но у меня не получается. Не, но мы должны вдвоем это сделать. Но я хочу посмотреть ее до конца. Слушай, типа сюжет объясняется, все дела. Че ее привязали? Ну, он же закипел, и он сражается. Это Афина. Ох. Это, типа, события после второй части. А, мы не проходили DLC для первой части, с генералом Ноксом. Жаль. Я пришел к муну, он сказал. Ханта Валт, быть героем. Я не вернулся к Ипериану. Но я слишком влезла, чтобы выиграть его с этим. Ну, или как-то так его звали. Виоленция. Ну, и фиг с ним. И... Афина. О, настоящий хороис. Забавно, забавно. Да. Наконец-то ты начал интересоваться сюжетом. Нет. Нет, на самом деле нет. Нафиг он нужен. Тут Скаги есть. С веселыми роликами. Это домашняя. Да. Серьезно? С язычком наружу. Как собаки любят делать. Техника безопасности на уровне. Букавки мне нравятся. Прикольно. Да, да. И очень классно сделано. Что-то типа из того. Как они дышат. Мне тоже интересно. Borderlands The Pre-Siquel. А вот и наша четверка авантюристов. Биргель в роли Горобилы. Миша, сзади роботы. Да, да. Он их вызывает. Афина в роли Гладиатора. Это, знаешь, это как Рэмпус. Не стреляют, но ни в кого не попадают. Кроме героев. Ниша в роли Законницы. Странно, Законница. Случит, но ладно. Ниша. Ниша. Эд. Николай. И железяка в роли Недоразумения. Да. Если Лос-Легион не бежит. Если Лос-Легион не бежит. ой попали ракеткой удивительно да сгруппировался ну конечно гирбокс умеет делать забавные ролики еще с первой части это было забав и до станции просто хиберион не долетит на жопной тяге 2 минуты на выбор персонажа ты железя куда берешь я тут облик для железяку взял да что не видно нет а можно голову афина голова ночное зрение омега разбойник ну давай просто будет скоростной костюм тут еще костюмы есть блин уже забыл как это выглядит тень рыцаря капитан пандора таня пусть будет стандартный имя афина меня устраивает я готов там потом если еще поменяем тут надеюсь будут станции изменения облика как это было во второй части по по сути при сиквел представляет собой такой большой большой аддон для второй части чисто технически давай мы тебя ждем что там тебе обменять цвет шасси что мне нажать там подтвердить выбор с каких-то до персонажа добавили их на старте не было клона джека и какой-то я выбираю он постойте вы же видели железяку докучливый жизнерадостный болон уверены своим выбором это серьезно там у тебя что несколько менюшек открывается три уже да вы видели вы правда его хотите да три раза пришлось подходить это типа самый забавный персонаж все дела я не удивлюсь если еще по сюжету там что-то будет с ним связанное забавное анимация все равно вы мне повстаешь а ну да мы сейчас во времени когда эти железяка еще было много первой части он был этот этого не было господи что у тебя на голове у меня с немножко чувствительность убрать а то совсем кошмар ну блин игра что с тобой почему такая сенса большая у меня железяка охотишь да синего цвета подожди оружие трясется у него все равно подожди подожди остановись остановись у тебя какой-то ковш что ли от трактора я не понял спереди какой-то ковш да ты стоишь на месте знаешь как на ароматизаторе подпрыгиваешь привет железяка у меня какие-то пушки уже есть пистолетик автомат у меня только пулеметики так инвентарь где он там нет нет вы получили доступ к заброшенной тренировки а все ох как быстро класс ну менюшка сотру часть осталось прекрасно ну а хоть я посмотрю прицесса все равно дикая ну ладно друзья на всю жизнь что ты там открываешь вот так вот сделаем двадцатки думаю хватит ну да нормально я хочу посмотреть что тут происходит тут тотальный апокалипсис происходит нас убивают а ты смотришь на менюшки меня не убивают ну ладно а ну да сейчас прыжки нормальные мы ж типа не на поверхности луны подожди деньги ремонтные грузчики ну начало на самом деле я проходил уже в 2014 году буквально первые полтора-два часа пошли да подожди я должен выбрать тут просто слишком все у него рандомно что рандомно навыков у нас еще нет я понимаю но я хочу глянуть что у него есть да по ходу разберемся что ты как это женщина выбираешь сумочку кстати а железяка был у нас на самом деле желтенький почему этот железяка синий который со мной тут бегает ну я его синий ну да почему ванильный железяка был желтый цвета кипериона тут кстати куча патронов которых у нас нет надо бы пособирать а это пока месте хорошие дети ну как скажем пока месте мы играем за организацию гиберион мы типа за злодея второй части сейчас играем в этом то и прикол и а и и и и и надо будет управление менять кошмар он просто в паху не бьет чем бьет скотина прими свою смерть морпех забытого легиона что за забытые легионы кто вы такие вообще эти ублюдки у меня есть пистолетик который вырубает их щиты а мы спасаем этого я думал это твой персонаж говорит типа ты спас меня спасибо тебе лобот умер кошмарной смертью ты 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 у нас умеешь говорить на самом то деле еще и и и и царство это тэн и третий а практически перекатывающиеся десантники какие-то блин прям б б с помощью Джек в роли самого себя наверно просто как гопники даже какого-то к нам на пентагон зашли Ой, я не в ту сторону бегу. Как будто к нам на район Пентагона зашли и там запинали. Ощереть! Блин, точность, конечно, жёсткая с этого вида оружия. Блин, они ещё как-то перекатываются вообще. С вами охерели, ребята. А если я поближе подойду, ничего? Просто оружия у нас сейчас вообще никакого нет нормального. Я попал. Попал? А, ну да, у тебя же оружие, которое при презентке выкидывается, как граната работает. Меня убивают! Нет! Первая смерть! Убить, чтобы подняться. Зачем ты его добил? Ну ты что, забыл, что их надо убивать, чтобы подниматься? Ай! А, ну хотя да, тебе шопот будет качаться. За поднятие союзников. В этом-то смысл. Отлично! Поднять Джека. Джеки, я бегу! Жалко ты не Джеки-чан. А просто Джек. Побуду здесь, поистекаю кровью. Суперкрутой способ провести время, истекать кровью. Ну да, наверное. Ты спасла мою жизнь. Спасибо. Извините. Не такой уж и не злой, да? Я, наверное, немножко сделаю погромче, кстати. Вот музыку можно даже потише, она немного напрягает. Так, первая, получается, так... Доберитесь до своего работодателя. Вы нашли Джека, спасли его, теперь за дополнительное вознаграждение спасите станцию Геллиус от вторжения. Сделаем. О, щит дали. Проверь, инвентарь тебе должен были щит подкинуть. Он сразу наделал. А, ну вообще-то да. Блин, чё так шатается? Алло, соседи, вы чё делаете? Так, я пока не почитаю, чё там еще. Так, первая, там все на оружие. Так, вторая, на саппорт, да? Мои навыки, конечно, такие себе. Надо будет разбираться. Ярость богини. Ты смотри по последнему навыку. Кровавый рывок. Вот, наверное, нам надо будет среднюю ветку качать. Кровавый рывок какой-то тут. Я могу дать план Б. Нас атакуют турели. Типа, как это говорится, «байзэвэй». План Б? У тебя есть даже план Б? Поехали. По-моему, Джек носит очень узкое белье. Как-то неудобно он бежит. Почему неудобно? Узкое белье наоборот. Или ты имеешь в виду, что он нажимает ему что-то? Да. Ну, не лучший из него модельер. Не умеет он надежду выбирать. Зато маска во втором части будет прикольная. Лутать. Я буду лутать все ящики. Это же гребаная борда. Да, вначале это очень важно. Не, вначале, кстати, да. Потому что патронов постоянно не будет хватать. Опа. Неплохо сразу у нас такого робота выкидывать. Все испортил. Так же я все хорошо. Да, мы могли просто взять и улететь. А он взял все, повзрывал. Полковник Зарпидон. Командир забытого легиона. Но не знаю, вряд ли эта пукалка ее пробьет. Матрица. Но это пришельцы вообще-то. Стражи этих... Сокровища, сколько я помню. Лучшая тактика сражения. Так, подожди. Все-таки я на немога на звук поднастрою. Развините, что такое происходит. Ну, эффекты немножко понизим. Не знаю, но я имею в виду, что он мог бы убить нас с его мозгом. Так, знаешь, продолжай ходить. Джек, что в тихо происходит? Я получаю репортные алармы, все вокруг Хелиоса. Да, все нормально, товарищ начальник. Все нормально. Просто... Один из клап-трафных унитов пытался проработать светло-сокет. Сыр. Сос посыловать розетку. Ты там, чтобы обсуждать, Пандора. Ничего больше. Если вы уничтожите какие-то уничтожения к Хелиоса, я лично... А, извините, сэр, мы потеряем связь. Старый прикол. Ну, типа, эй, начальник, мы теряем связь, мы теряем связь. Старые приколы. Ты идешь там вообще, кстати? А, ты уже, да. Ну, мы тут как бы потихоньку идем. Кстати, странно, как мы можем... Вот так вот спокойно, практически, в открытом космосе находиться? Или может там какие-то щиты? Атмосферная, наверное. Ой, искусственная атмосфера. Истребители какие-то. Блё, у меня автомат, конечно, говнянейший. Афина, у тебя не было ничего в арсенале получше? Кроме этого, тюрьма. Снег, не железяка, прыгай. Такой, уф, уф, да? Нет, ау, ау. Ну, да. О, какие-то патрушки новые. Не помню такого. Ты пока всех убиваешь, я патроны собираю. Вроде нормально, распределили способности. Командное взаимодействие. Так, ищи, что там за легион? Не думаю, что надо стрелять в эту бочку. Когда мы рядом. Эх, барда. А тут, типа, защиты турели никаких нет, не? Чтоб обороняться от таких мудил. Блин, представляете, стрелять три патрона всего? Мало. Насрочно лутать оружие нормальное. Он еще жив. Вы что, охренели? Просто на фарш разлетаются. Я их просто выкидываю оружие. Перезаряжаешь, да? Я моментально перезираю патронов, пока мы с нас хватаем. Ну, просто там, чем больше патронов, тем же, ты знаешь, больше урон. Ну, я один выстрел делаю сегодня. Это что за оружие, кстати, я забыл? Это Диор, по-моему. Это Диоровское. Надо вспоминать эти модели производителя оружия, что делают. Ну, Малливан, это много боезапаса, и в основном всегда стихийные пушки. Владов, это быстрая скорострельность. Надо вспоминать все это дело. И теперь он, чем быстрее, чем дольше стрелять, тем точнее. Кстати, да, что за лунная пушка? Бал-бал-бал, кто-то следит за сюжетом. Кому-то интересно узнать, почему красавчик Жек стал красавчиком Жеком. Мне вообще-то интересно. Единственная, наверное, причина, по которой вообще захотел проходить пресиквел. Смотри, что грузчик сделал. Смотри. Ты где? Он свернулся в квадратик. Туда, в клубочек, считай. У нас они так не делают. Да, при нас они там полный арсенал выпускали. И просто выпиливались и живое. Особенно на третьем уровне сложности. Кэр, ты еще живой. Да, он жив, я всех живых. Я просто два раза по нему промазал. Так ты кучи патронов тратишь. Ну и шо? Тут их слишком много. Ну и так сказать, кто-то не нужен для того, чтобы здесь не пропустить. Ты допрыгнул оттуда? Наверное, нет. Попробуй. Игра с открытым миром. Есть помощь здесь. Очень. Ну, с открытыми локациями. Давай так тогда. Вставай. Прототип грузчика. Да. При нас они там огнеметами жарили, гранатами закидывали. О, там что-то есть. Первая лут-машина готова. Ну, я бы тебе так сказал. Я вот Даль возьму. Даль вроде очередями стоит. И Якобса. Или Джейкобс. Просто хочу сказать... А, Бузаров? Хочу поменять свой говняный пистолет на что-то более интересное. Да, Бузаров. А, ты идиота. О, ты тоже веселее. Поехали. У меня, кстати, классное оружие. У меня пистолет был классный. Все круто. Ой, прям хуга. Ой, куда? Огни кулак. Огни кулак. Просто убей этого чувака. Намек понял. Сейчас это обычно. Я тебя никогда не слышу. Первый уровень. Будем быстрее кулак. Все, ничего не слышу. Да он тут... В принципе, самый первый босс. Полный себя очевидно. Наверное, надо в него стрелять. У него крит прям по очоку, когда стреляешь. Давай. Да прям по очоку стреляй. Скритует. И, наверное, еще бочки у него за спиной тоже, наверное, то надо. Ой, аж игра подвисает. Левел ап. О, тут с третьего уровня открывается уже способности. Клево. Надо бы это качнуть по-быстренькому. Оп, готово. Модуль отображения навыков. Давай, давай, открывайся. Нужны мои навыки. Так, на F-ку там, да? О, поехали. Способности открыты. Можно теперь воевать. Давай, скотины, сюда. Первый уровень не вкачиваешь, ничего. Просто надо. Нет, а надо открыть активный навык. У тебя просто навык открывается. Скидывай пацан. Да он, да, кстати, очень больно бьется. Я сейчас как раз-таки свой, наверное, пистолет говненый возьму. Малеванский. Который, где он тут? Который как раз-таки... Молниями наносит. Он же щиты сносит. Так, а ну давай без этой фигни. У меня щит есть. Ты мне поможешь его валить, да? Я просто танкую урон, как могу. Давай, чуть-чуть осталось. Еее. Побосики, побосики. Да, деньги это главное. Особенно в борде. Так, теперь да я, пацану, решил мне вкачивать. У тебя просто активный навык. Там ничего нельзя вкачивать пока. Не, просто активный навык открывается. Так, рейтинги безбашенности. Ну потом с ними разберемся. Че ж мне активный навык делает? Рандомизатор. Просто какие-то рандомные навыки. Причем, со второй части есть навыки. С первой. У меня пожарщик. А, у тебя летает рядом маленький чумной робот. Он всех поджигает. Да, класс. Главное, чтобы нас не поджигал. Он поет, конечно. И музыка играет. Да, да, музычка. Клевая музычка. Давай еще. Мне понравилось. Ну там навыки рандомные, кстати. У тебя сейчас может быть что-то другое. Спасибо. Подвинься, чутка. Чуть-чуть ближе к микрофону. А то у тебя было слышно нормально, а теперь тихо как-то. Хорошо, странная идея. Поехали, давайте работать в терминале. Вот в советское время этот лифт бы работал еще лет сто. Ну ладно, у нас тут гиперион, высокая технология. Поехали. Да, поехали. Вперед. Вперед. Все, вот здесь мы и будем жить. Остаток этой игры. Это лифт такой? Ну, я бы не сказал, что лифт это скорее какой-то погрузочный кран. Можно выкрутить? Да. Выкрутить там? Выкрутить эллимейтер, чтобы я могу вас присоединить. Так. Снова включить лифт. Легко. Главный лифтер. А что он с нами не пошел? Да типа... Типа он слишком хорош до этого, да. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Я хочу больше солдарей. Безбашенные. Как ты. Ну, плохие попы. Да. Безбашенные. Безбашенные. О, магазинчики. Уже, кстати, работают. Что-то быстро. Так. Пули и хилка. И все, что ли? А где магазин оружия? Ладно, продадим всякое барахло. Типа Джейкобс. И вот эту фигню. А ты откуда взялся? Мудила. Безбашенные. Хорошо. Это двое, что ты спасаешь мою жизнь. Так. Щит бумеранг. Мне нравится. Хочу себе такой в жизни. Классная тема. А, кстати, пока он там говорит... Нет. Пусть пока говорит. Надо поставить на... СКМ. Роджер, я собираюсь найти, чтобы спасать Хелиоса. Ты не умерла в больнице. Если умерла. Хорошо. Новый план. Я останусь. Я нужна на небе. Ты должен найти сигнал «жамминг» и закрыть его. Обо говоря, мы никогда не сможем контролировать на небе, если мы можем пить эту бутылку. Если вы действительно останусь, то, наверное, умерла. Слишком дорого. Особенно с текущим курсом доллара, да? Саня, я герой, блядь. Своя секундация – часть работы. О, хорошо. Машина. Я был один, который вставил в здесь, после того, что работал в accident. О, это игра, типа, нас пытается учить. Там есть патроны, там есть аптечки. Ну, ничего себе. Спасибо, игра. Так, всё, могу я теперь настройки поменять, управление. Так. Назначение клавиш. Где тут у нас ближний бой? Ближний бой. Вот эту кнопочку мне, пожалуйста. Хорош. Там всё? Да, я смотрю, что у нас. Пошли. Дальше. О! Сундук. Зелёные пушки, правда. Ничего вообще интересного. Ну, я две зелёные возьму, и ты две зелёные бери. Ничего интересного вообще. Или... И не одно легендарки. Фу, игра, фу такой быть. Зелёные сигнал. Поехали. Поехали. Зелёные сигналы. Смотрим твои зелёные бери. Поехали. Это будет громко. И немного классно. Я пытаюсь пародировать то, как ты со стороны выглядишь. Я приседаю постоянно, да? Вы железнячились. Никакой стрельбы, говорю, копашка. В смысле? Я могу стрелять. А я нет. У меня просто как бы это... Поединок. Нет, робот сильнее. Лутаем опыт. О, поехали. Я не знаю, куда мы сейчас пойдём. Впереди просто ничего. Но ролики качественнее стали. И! Впереди. Кажись, в этот раз его сильнее отпинают. Почему постоянно у него zostaser нет? Нет, не знаю. Спроси у него. У него какой-то персональный бластер. Ему этого, видимо, достаточно. Что происходит? Ну, какие-то головорезы прилетели уничтожать станцию Гелиос. А вон там иридиум. скважина или как это так назвать на пандоре по идее нас так запустили до на луну на спутник пандоры тебя один кайфте дышать не надо ты же грибаный робот я постоянно будет дыхательный пакет искать и так далее ну да так у нее ну типа то вода